В эфире «Соскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Следователи Привожского следственного управления на транспорте продолжают разбираться в причинах крушения самолета Ан-2. Трагедия, в которой погиб пилот, произошла в Пестравском районе недалеко от села Марьевка. Самолет, выполнявший авиационно-химические работы, рухнул прямо в поле. Подробности в нашем сюжете. Крушение самолета произошло около трех часов дня. Причины пока устанавливаются. Возможно, повлияли погодные условия. Здесь и сейчас дует сильный ветер. Но самое главное официальной информации, откуда взялся этот Ан-2, нет. На машине нет бортового номера. Кроме того, по данным МЧС, в реестре судов гражданской авиации он также не числится. Пока известно только то, что самолет выполнял авиационно-химические работы. Поле, на котором обнаружили разбившуюся машину, принадлежит компании, которая выращивает сельскохозяйственные культуры. По всей видимости, именно она заключила договор на обработку полей. С кем именно, пока неизвестно. Компания Биатон заключает с ними договор. А как, что? Базируется на территории границы Саратова. С кем-то договор заключили они. И вот они прилетают и вносят удобрение поля. По какой причине произошло падение, сейчас выясняют следователи. Судя по повреждениям, самолет спикировал носом в землю. Кабина пилота полностью разрушена. Сломаны крылья, фрагменты машины разбросаны на несколько десятков метров. По неподтвержденной информации, управлял Ан-2, 56-летний Анатолий Левин. Предварительно установлено, что пилот жителем Самарской области не является. Документы на право управления воздушным судном свидетельства пилота не имеются. В настоящий момент следственные органы как раз проводят работу по выяснению обстоятельств, на каком основании данный самолет проводил работу в Пестравском районе. Следствию предстоит выяснить, имел ли летчик право на вылет, в каком состоянии находился он сам и была ли исправна машина. Ан-2, или как его называют «кукурузник», легкий одномоторный многоцелевой самолет. Производился с 1949 года. Много раз модифицировался. Предназначается как для перевозки пассажиров и грузов, так и для авиационных химических работ. На сегодняшний день в России более тысячи машин подобного типа, когда был выпущен упавший в поле недалеко от Марьевки, сейчас также устанавливается. Чрезмерное употребление алкоголя до добра не доводит. В Самаре задержаны трое мужчин. Их подозревают в убийстве своего знакомого, тело которого, по данным полиции, после преступления злоумышленники сбросили в реку Самарка в Кеннельском районе, проехав перед этим с трупом в багажнике несколько десятков километров. На теле убитого было несколько ножевых ранений. После того, как установили его личность, удалось выйти и на предполагаемых преступников. На следственном эксперименте подозреваемые описали, как все происходило. Все трое задержаны. Установлено, что потерпевший занимался частным извозом. Незадолго до происшествия у него сломалась машина. Так как он испытывал финансовые затруднения, ему пришлось сдать в ломбард золотую икону. Получив необходимые деньги, он направился на одно из СТО в городе Самар, где впоследствии произошла драма. Более 600 граммов героина, разбавленного синтетическим наркотиком, изъяли наркополицейские. На трассе Самара-Волгоград они совместно с инспекторами ДПС остановили легковушку такси, в которой ехали двое водитель и женщина-пассажир, у которой при досмотре был обнаружен наркотик. Позже выяснилось, она является курьером одной из преступных групп, занимающейся торговлей зельем на территории Самарской области. По данным наркополицейских, она уже была судима за торговлю зельем, но отделалась условным сроком. Ее поездки совершались не реже, чем один раз в два дня. Таким образом, она за неделю приобретала и сбывала порядка двух до двух с половиной килограмм наркотических веществ. А более килограмма наркотиков изъяли полицейские у жителя Самарской области. 35-летнего мужчину задержали недалеко от жилых массивов на Волжском шоссе. При себе у него был пакет с несколькими свертками. Как позже установила экспертиза, в них находилось несколько видов опасного зелья. Это гашиш, метилофедрон и амфетамин. По данным полиции, они готовились к продаже. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. Отделался штрафом. Суд Ленинского района Самары вынес решение по делу уроженца Таджикистана, а ныне гражданина России, проживающего в Самаре, который пытался обманом получить деньги от своего земляка. Он обещал оказать содействие в получении квоты на оформление разрешения на временное проживание в России гражданину Таджикистана. Сумма сделки составила 20 тысяч рублей. Исполнять обещанные он не собирался. Тем не менее, деньги все же взял и был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области. Обвинение квалифицировало эти действия как покушение на мошенничество. Свою вину подсудимый полностью признал. В содеянном раскаялся. Суд, учитывая это обстоятельство, рассмотрел дело в особом порядке, приговорив его к штрафу в 80 тысяч рублей. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.